Если вы обратите внимание, ни о каких трех днях по выкидыванию войск НАТО с территории Курска нет. Да, я смотрю, по направлению Донецка, Луганска происходит отступление войск, но это просто небольшое отступление натовских войск. Но это говорит просто о том, что это направление для НАТО неинтересно. А НАТО имеет свои вооруженные силы, и это не только вооруженные силы, собственно, Украины. Именно поэтому войска НАТО переброшены или направлены под куст. А что там происходит под Донецком, их в принципе-то не волнует. Потому что им Москву надо брать, уничтожать Россию, а не там плюс-минус 100 километров под Донецком. Вот о чем речь. Соответственно, они будут это разноправить. Мы видим. Цензура закрывает информацию и правильно делает. Но мы же видим, что губернатор объявляет, что еще 10 сел эвакуированы. Ну, слушайте, ну если нет наступления, зачем эвакуировать сел? Села врага, я имею ввиду. Курчатов закрыт, специальным решением отдельным, дополнительным закрывается. То есть там вводится особый осадный режим по своей суде. Помните? 41-й год, Москва на осадном положении. Вот такой аналог, только мягкий. Это что означает? Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? Ну, это же понятно. И это особое положение, оно же от беспилотников, от обстрелов, от ракет не защищает. Оно защищает от диверсионных разведывательных групп. То есть это означает, что диверсионные разведывательные группы, как минимум, ожидаются в городе Курчатове. Как минимум. Понимаете? А чтобы туда попали диверсионные разведывательные группы, это значит, они там должны как-то оказаться. Значит, уже войска врага двигаются достаточно серьезно, эффективно, чтобы появилась такого рода вероятность. Просачивание через наши боевые порядки не пролет беспилотников, которые сбивают оппонентно, а именно просачивание наземных вооруженных отрядов врага. Так что, да, этот план, американцы, он двигается по этому плану. Если мы посмотрим за Америку аналитически, что им выгоднее, например, захватить Курчатов или Курск. Если они захватывают Курск на этом этапе, то это серьезная психологическая встряска, которая может немедленно привести к реакции в виде национально-освоительных реформ, ядерного нацеливания и всего остального. Понятно, что по команде Путина, но это создают условия, при которых трудно будет этого избежать. У пятой колонии, которая с этим борется. Значит, на этом этапе, я думаю, выгоднее Курчатов. Потому что про Курчатов почти никто ничего не знает. Широком МЭС, да, люди, которые осведомлены, понимают, что это атомная станция. А так, ну подумай, суд же, район суд же, ну еще район Курчатов. Какая типа разница, понимаете, районный центр. Поэтому стратегически они, скорее всего, на этом этапе пойдут туда. А на Худск пойдут тогда, когда подготовят общественное мнение в России уже своим методом убаюкивания. Это же анекдот, когда нам говорят, что вспомните, что было после того, как первую неделю-две после вторжения в Курской области. Враг, официальная пропаганда. Враг, это свидетельство, что враг подыхает, и это его последний как бы рывок из могилы. Ну это же смешно, идиоты. Ну так же загрузили десятки миллионов людей этим как бы подходом, да? Лишь бы не было нодовских реформ. Поэтому им все сложнее пропаганде врага. Вот продвигать повестку полного тотального идиотизма в России. Вот все сложнее. И по мере наступления НАТО на Москву это будет им сложнее и сложнее и сложнее. И таким образом будут создаваться условия для нодовских реформ.